Доброе утро! И непосредственно представителей нашей Николаевской команды КВН в гости. Да, мы, это они. Да, и хотелось бы поздравить в первую очередь вас с вашим праздником. Сегодня будет осветковатый, правильно? У КВНщиков полжизни как праздник, поэтому... Ну а что-то все-таки особенное приготовили на праздник? Ой, вы знаете, да, да, есть ряд мероприятий, в которых мы будем праздновать. Это в том числе и 11 ноября будет в замечательном заведении Гавана-клуб на Пушкинской. Будет мероприятие, посвященное дню рождения КВН. Мы будем там выступать как стендап-комики, как команда КВН. В общем, всех, кто интересуется, приходите, будет весело. То есть все желающие, кто хотят прикоснуться к вашему творчеству, могут прийти? Да, 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 не прям, а вот... Надо звать это так, да? Не, можно, можно, почему не так? Не так? Да, да, у нас свободная страна, Европа тем более. Потом мы очень долго любим праздновать, поэтому 25 ноября в Пабе Нули также будет еще одно мероприятие, посвященное, ну, празднованию юбилея КВН, наверное, вот так. И там тоже мы будем как стендап-комики, как команда КВН, как арт-проект такой вот тоже можно будет приходить. То есть начиная с сегодняшнего праздничного дня и плавно до 25 числа будет проходить празднование. Я бы сказал, плавно до следующего дня рождения КВН что-то будет происходить, посвященное этому. Ну и помимо этого, наверное, может не так сильно связано с КВНом, но тем не менее связано с юмором. 19 ноября в концерт Холли Юность будет вокально-юмористический концерт. То есть даже будете петь? Ну, мы, надеюсь, нет. Потому что есть такое негласное правило, что КВНщики умеют делать все, но все делать одинаково, ну, неплохо, а на определенном уровне, я бы сказал, чтобы не бросать в свой же огород какой-то камень. Правильно? К чему? Вы в зале обащена ведь пичевая, это так у вас? Ну, в принципе, наверное, вот это занятие чем-то вот около этим является лучшим нашим отдыхом, поэтому... А вот хотелось бы немножко углубиться в историю и узнать, как команда вообще ваша создавалась. Я знаю, что у вас очень сплоченный коллектив. Ну, в основном. Как вы все организовались? Как это произошло? Расскажи мне. На самом деле, вот, спасибо, да, за вопрос. Мы существуем сейчас в двух обличиях, наверное, так правильнее было бы сказать и честно. Существует команда КВН «Первое свидание», которая в связи с нашей деятельностью переросла в ивент-агентство «Первое свидание». И есть еще такой замечательный коллектив, как «Студия 512», которая вобрала в себя лучших представителей КВН «Общество города» и представляет сейчас, представляла город на всеукраинском уровне. Мы играли в Одессе, в Одессской Лиге Смеха. Сейчас у нас в проекте поездка на фестиваль Лиги Смеха в той же замечательной Одессе. И вот «Первое свидание» — это более ранний коллектив для нас. Это объединение двух существующих тогда команд КВН, «Римские каникулы» и команда КВН без ГМО. Как-то так вот появилось желание поиграть вместе, получилось «Первое свидание». И вот это объединение, оно дало нам возможность поехать вне Николаева поиграть. Мы в Харькове играли, в Киеве ездили даже в город Сочи на фестиваль команд КВН «Всемирный». С «Свитни». Да, вот такой вот масштабный. Тогда еще можно было ездить в город Сочи, понимаете? Как бы сейчас не поездишь особенно в город Сочи. Вот. И именно вот таким образом... А, студия 512, да, мы позже еще вот буквально год-полтора-два, не знаю, не помню точно дату, мы собрались и решили делать совместно какие-то проекты. А потом решили еще и играть все-таки вот уже не в КВН. Лига Смеха – это такой украинский аналог, я бы сказал, но очень уникальный аналог. Да, мы, когда говорим «аналог», мы думаем, что это что-то, ну, похоже, идентично, да, возможно. А Лига Смеха, на самом деле, достаточно уникальный проект со своими фишками, который, ну, стал достойной заменой КВН на украинском телевидении и в пространстве. А в чем его уникальность, может так выяснить? Ну, я думаю, что он более современный, во-первых, как формат. Там нет такой, знаете, советской какой-то дисциплины, возможно. Плюс есть элемент шоу, есть тренеры, которые переживают за свои команды, тренеры между собой, возможно, могут вступать в какую-то конфронтацию. Ну, это эмоции, это добавляет чего-то такого живого, настоящего, и, ну, это круто. Потому что КВН остался, вот КВН какой был он, вот, восстановленный КВН в 86-м, и он достался вот уже на протяжении 30 лет, ну, такой же практически. То есть меняются там жанры юмора, актуальность какого-то юмора, но сама система остается той же. Все те же строгие жюри, все те же команды, которые где-то присмыкаются перед жюри, перед Масляковым. А в Лиге Смеха как-то и Владимир Зеленский старается держать себя на одном уровне с командами, и тренеры своими сопереживаниями добавляют этому всему... Больше свободы действия. Да, искренность вот такая вот витает в воздухе. Вот мне всегда интересно было, как происходят репетиции у участников команды КВН. Мне кажется, все репетиции у артистов проходят весело, а у КВНщиков это что-то вообще должно быть курьезное. Напомню, стоите рано, у других в день и дня и начинаете репетиции, правильно? Ну, по поводу вставать поздно, да, любим это дело. А по поводу веселья на репетициях очень редко. Потому что, как мы любим говорить, КВН это вам не шуточки. А, вот так вот. Да, то есть на самом деле процесс написания юмора, он не очень веселый. Потому что каждый готов просто убивать за свои шутки, то есть если они остаются или не остаются в витоговом сценарии. Поэтому это тоже своеобразная такая борьба в коллективе. И, ну, смешного конкретно вот просто, чтобы посмотреть на это и посмеяться, мало на самом деле. То есть в основном продукт получается смешным. А вот сам рабочий процесс как проходит, ты говоришь, за свои шутки. А бывает такое, что вы собираетесь и всеобще пишете какую-то программу? Да, точно. То есть это такой режим мозгового штурма или других мысленных процессов, он присутствует. То есть можно писать дома самому, можно приходить в коллективе, говорить там ситуацию, например, да, вот как миниатюру нужно придумать. Есть классическая система, как нужно придумать миниатюру. Нужно взять персонажа, поместить его в определенную ситуацию и, возможно, дать какой-то юмористический ход. Небольшой мастер-класс, дорогие телезрители. Абсолютно бесплатно при этом. Да, и тогда этот персонаж, например, Владимир Кличко, мы его помещаем в какую-то необычную для него ситуацию, на диктанте, например, да, и есть уже какое-то определенное восприятие. Да, мы знаем, каким образом Виталий Кличко любит разговаривать, например, и каким образом он мог бы написать диктант. И из этого, возможно, получится что-то, что будет зрителю смешно. А частейше у вас у коллектива наружаются жарты, а Бог, то есть приносит каждый свои... Ну, у нас есть такие участники коллектива, которым удобнее писать, например, одному, приносить и читать готово. Есть такие, которые помогают рождаться юмору в коллективе. Вот это зависит уже от личного, от возможности каждого самостоятельно сформулировать шутку от начала до конца у себя в голове. А конкретно у найближчей программы вашей выступы что будет происходить там? Вы сказали, что у концерта юности будут и танцы, и песни, а до этого? Ну, в общем-то, сейчас, на самом деле, мы экспериментируем с жанрами, потому что Ковена как такового нет. Есть Лига смеха, но Лига смеха, опять же, в отличие от того классического Ковена, она представлена чуть меньше. Они не хотят делать обширную систему лиг для того, чтобы в этом небольшом количестве лиг шлифовались лучшие команды. То есть, их задача не дать тысячам команд возможность играть, а создать тот уровень конкуренции, который позволит только лучшим коллективам в итоге попасть в телевизор. И существует буквально там пять, по-моему, подлиг телевизионной Лиги смеха, поэтому это не всем доступно поиграть в этих лигах. Поэтому мы ищем еще самореализацию, в том числе и в стендапе. Сейчас вообще этот жанр, ну, пришел к нам он не так давно, и он развивается. И мы пытаемся, и в городе, вот у нас был проект Stand Up 112 в Хмельном Патрике, в пабе. Там у нас было примерно 10-11 комиков. Мы старались периодичностью раз в месяц давать какую-то вечеринку. Сейчас формат поменялся, мы хотим перейти больше на систему открытого микрофона, чтобы люди не думали, что это какое-то закрытое сообщество. А могли каждый, на самом деле, стендап-комик в том-то и дело, что это зачастую, в том числе и на Западе, непрофессиональный артист, автор или еще кто-то. Это человек, который интересен, который нашел свою призму, сквозь которую он может подавать действительность и шутит. Это весело, потому что он настоящий. То есть это может быть действительно какой-то сантехник, слесарь, электрик, то есть любая профессия или любая национальность, или любое вообще вероисповедание и так далее и тому подобное. И поэтому стендап мы хотим, чтобы он казался таким открытым и был открытым. И поэтому в том числе 19 и 25 ноября вечеринка будет преобладать, в ней будет стендап. А еще мне интересует такой вопрос. Насколько люди принимают участие? Бывает такое, что хотят каким-то образом поучаствовать в вашем выступлении? Забегают на сцену и кажутся, я буду выступать. Что-нибудь подобное, какие-то курьезные ситуации были? Да, на самом деле, ну вот если пока стендап взять, про КВН говорим, почему бы не про стендап поговорить? Вот такой вот я человек. А вот такой я? Да, на самом деле в стендапе есть такая штука, как крикуны, или хеклеры их называют на английском. Хекли. Да, когда ты выступаешь, а человек выкрикивает из зала, как ответ на... То есть зачастую шутка строится как вопрос-ответ, бывает и такое. И ты задаешь вопрос, риторически, он не требует ответа, но кто-то выкрикивает. И тогда каждый стендап-комик должен для себя выбрать. Он будет игнорировать, но это худший вариант, потому что ты показываешь какой-то, возможно, страх перед аудиторией и так далее. Или можно же ответить, можно ответить шуткой. Есть, ну, просто гении общения с залом, которые могут любого выскочку поставить на место. И люди идут на концерты к таким стендап-комикам специально выкрикивая, чтобы, ну, получить какую-то долю внимания от известного человека. В КВН, на самом деле, наверное, у нас нет такого, у людей в первую очередь нет, и слава богу, таких, не знаю, стремлений каких-то оказаться на сцене. Но очень часто люди там пишут ВКонтакте, обращаются лично, что вот возьмите меня в команду. Это очень сложно каждый раз объяснять, что команда, она, ну, не, хочешь играть в КВН, а приходи. Ну, это немного не так работает, как бы мы этого не хотели или хотели бы. Вот это какой-то коллектив, который объединяет не только желание заниматься юмором, но еще какие-то, наверное, личные дружеские отношения. А, всем, когда ты решил, вот сейчас, на секунду, когда ты решил, когда ты понял, что ты хочешь участвовать в КВН? Это с самого детства было проявление стремления к юмору? Так, и с кейки вы выступали на сцене в Золиве? Какий у вас стаж? На сцене мы начали выступать достаточно рано, и решил я, это еще в школе, действительно, в школе было, я такой был неприметный себе парнишкой, для того, чтобы где-то на себя стягивать какое-то внимание, мне приходилось шутить. Ну, то есть, это был единственный рычаг, который я, то есть, я не мог сказать, ай, вы, девчонки, смотрите на меня, пожалуйста. И он оказался верным. Ну, как бы, да, я начал шутить, и, ну, стало получаться. Стало получаться, наверное, из-за того юмористического опыта, который я вбирал в себя в детстве. То есть, я смотрел КВН, я читал анекдоты, смотрел все, кривое зеркало, аншлаг. То есть, на тот момент это был актуальный юмор, и на подсознательном уровне выстраивались какие-то цепочки юмористические. То есть, я понимал, каким образом, подсознательно, еще тогда неосознанно понимал, как строится юмор, как, почему смешно. Потом была школьная команда КВН, потом приехал в университет. Буквально первые 2-3 месяца я не понимал, что вокруг меня происходит. А потом, ну, мы начали все-таки собираться, те люди, которые... Сначала нас было двое, показал три, два, на самом деле два. Мы собрались, начали выступать на, там, такое было общежитие, имеет талант был такой у нас. Вот в университете Сухомлинского был такой замечательный проект. И мы там сначала выступали, потом на основе вот нашего дуэта появилась команда КВН факультета. Потом мы стали представлять университет. Потом объединились, как я уже говорил, с римскими каникулами, такой известной достаточно командой на тот момент в городе. И играли, вот если в целом, в целом, наверное, лет 6 я уже вот где-то в сфере КВН себя реализовываю. Дякую, Артем, Албул еще пришли, участник КВН.